Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о чемпионате Европы по футболу, который не радует нас яркими матчами, и зачастую смотреть в стречи Евро бывает просто тяжело, но, с другой стороны, в последнее время мы с завидной регулярностью получаем серии пенальти. А пенальти это всегда драматично, это всегда напряженно, это тот самый элемент игры, который может как раз скрасить общее впечатление от не самого яркого противостояния. И вот, пожалуйста, вчера французы с португальцами разыграли серию 11-метровых, и сегодня англичане с швейцарцами решили продолжить. Это благое начинание. Хотелось бы отметить, что в целом, на мой взгляд, матч Англия-Швейцария, который начинался как типичное унылое говно от Саутгейта, потому что если мы берем первый тайм, то там все было очень печально, в плане зрелищности, в плане какого-то антуража футбольного и так далее. То вот дальше, начиная со второго тайма, мы увидели достаточно качественный футбол, и англичане в чем-то даже приятно удивили. Ну а швейцарцы, ну они вообще, в принципе, одна из главных сенсаций этого турнира, поэтому здесь они просто продолжили свой вот этот позитивный вектор. В общем, начиналось все уныло, но дальше потихонечку раскачалось, и дальше уже мы получили еще и серию пенальти. Так что, в целом, вот эти два часа с лишним я, наверное, провел неплохо. Ну, лично я, лично мое такое мнение. Я получил даже определенное удовольствие. Но давайте теперь уже перейдем ближе к разбору матча, обсудим ключевые нюансы, что швейцарская сборная, что английская, и сделаем какие-то выводы из этой встречи. Но сперва, хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, на котором вы можете получить очень много контента моего производства. Там же вы можете получить еще и очень много разных бонусов. Например, от компании Пари, фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке. В закрепленном комментарии вы попадете на мой телеграм-канал, получите все нужные инструкции, и с их помощью получите тот самый подарочек. В общем, не затеряйтесь. Ну и вообще, подписывайтесь на мою телегу, там вас ждут статьи, заметочки, интересные факты. Все это в моем телеграме. Ну а мы переходим к стартовым составам играющих команд. И давайте попытаемся понять, что здесь выстраивали Саутгейт и, между прочим, бывший тренер Спартака Муград Якин, который тренирует швейцарскую сборную. Касательно англичан. Здесь продолжается использование, так скажем, вот таких вариативных схем, потому что по ходу этого евро мы уже видели, как номинальных фланговых атакующих хавбеков ставили на фланг защиты. И вот здесь Уокер справа, Трепьер слева, Стоунса и Конса здесь же в центре защиты, но при этом Уокер достаточно часто оказывался глубоко. И таким образом многие обозначили схему Англии как 3-4-3 из-за глубокой позиции Уокера. И таким образом здесь мы видели, ну такое продолжение экспериментов, которые имеются в Манчестер-Сити в команде Кайла Уокера, где он регулярно появляется вот в такой смежной роли право-центрального защитника. Майну и Райс в центре поля, Фоден, Беллингем и Кейн в атаке. Вообще хотелось бы отметить, что в целом состав, конечно, любопытный, но он, знаете, состав с таким ощущением перестраховочки. Такое ощущение, что англичане действительно опасались своего оппонента. Ну и, наверное, не просто так опасались, потому что швейцарцы так или иначе бой здесь все-таки дали. Касательно швейцарцев. Зомер на воротах, Родегис, Аканзе, Шер в центре защиты, да? Аканджи против Уокера и Стоунса. То есть здесь повсюду центральные защитники Манчестер-Сити, ну или центральные фланговые защитники. Фройлер, Джакка в центре, Ндое и Эбишер на флангах, Варгас, Эмбело и Ридер в атаке. Итак, расставлены были футболисты по своим позициям. И здесь, на мой взгляд, ключевым фактором было то, как именно англичане проведут эту встречу с точки зрения тактики. Многие, не без оснований, критиковали Саутгейта за излишне прагматичный футбол, особенно учитывая масштаб состава этой команды. Разумеется, здесь было очень много вопросов касательно того, как выстроится коллектив в матче против Швейцарии, который умеет обороняться, который умеет держаться как следует. Поэтому здесь хотелось бы просто отдельно упомянуть, что по факту англичане, которые часто пытались работать вторым номером, они здесь оказались в очень неудобной ситуации, когда против них швейцарцы, которые и сами умеют, если что, выманивать на свою половину поля и ловить на контратаках. Поэтому здесь, в каком-то смысле, первый тайм ушел на такую разведку. И те, и другие не хотели раскрываться, и те, и другие пытались выманить соперника на свою половину поля, чтобы дальше жалить контрвыпадами. Поэтому тот самый унылый первый тайм, который действительно ужаснул многих в плане статистики, там ни одного попадания в створ, шесть, по-моему, ударов на две команды, ну, это, опять же, следствие того, что обе команды хотели, так скажем, добиться от оппонента более активных действий, и там уже на контрвыпадах собирались их так или иначе ловить. Ну, а во втором тайме, во втором тайме, как мне кажется, тут уже пошла, в том числе, и игра физики. Потому что сейчас, ну, к моменту 1-4 финала, конечно же, многие команды подустали. Тем более, что у многих футболистов за спиной тяжелый сезон и тяжелые испытания и в Лиге чемпионов, и в рамках матчей, там, я не знаю, английского и других чемпионатов. Поэтому сейчас на стадии 1-4 финала, конечно же, конечно же, очень многое будет решать физика, и во втором тайме было видно, что вот эта игровая аритмия пошла, что то швейцарцы подожмут англичан, и у швейцарцев действительно был классный момент, когда они доминировали на футбольном поле, пускай и недолго. Ну, а потом, вот, пожалуйста, и оппоненты тоже, так скажем, покажут себя. Поэтому здесь ничего удивительного нет в том, что инициатива переходила из одних рук в другие. Ну, и в конце концов, пошли еще и забитые мячи. Но забитые мячи, опять же, в том самом духе игровой аритмии. Когда на 75-й забивает швейцария, а на 80-й отыгрывается англия, то есть вот эти качели. Когда у одних спад, а потом другие прибавляют и так далее. Здесь, как мне кажется, все-таки вот эта физика начинает играть ключевую роль. Поэтому в данной истории швейцарцы, ну, они вышли вперед. И это действительно был их шанс, исторический шанс пройти в полуфинал, выбить англичан в основное время. Но было ощущение, что сейчас англичане-то могут и отыграться. В итоге мы получили качельный интересный футбол во втором тайме. Овертайм, ну, как бы это сказать, овертайм был привычен в том плане, что обе команды уже настраивались так или иначе на пенальти. И вот в этой истории пенальти, наверное, был самым логичным исходом, потому что здесь и англичане показали себя неплохо, особенно на фоне предыдущих матчей. И швейцарцы. Да, это определенно не лучшая их игра, но это по-прежнему те самые швейцарцы, классные, интересные, с быстрым переходом из обороны в атаку и все в этом духе. Команды оказались примерно равны по статистике и по своим плюсам-минусам. И это, кстати, тоже подвиг для Швейцарии, потому что, да, они проиграли по серии пенальти, но, понимаете, то, что они затащили в серию пенальти, такой матч против англичан, это тоже дорогого стоит. Ну а там, ну а там все-таки следует признать, что и в случае с Францией, и в случае с Англией, вот эти выигранные серии пенальти, это в том числе лишнее подтверждение, что, да, пенальти это в чем-то лотерея, но в чем-то это все-таки игра нервов, в чем-то это игра талантов и уровней игроков. И здесь, учитывая высочайший класс французов и англичан, и то, какие составы сумасшедшие есть у Саутгейта и Дешама, здесь даже при откровенно паршивой игре, которую показывают эти сборные, они все равно в нужный момент могут додавить в тех же самых пенальти, за счет того, что опытнее, за счет того, что у них больше классных исполнителей, и все в этом духе. Так что здесь англичане выходят в полуфинал, и ужасное почувствие унылого финала Франции и Англии становится все более и более осязаемым. К сожалению, вот такие пироги.